Друзья, всем привет! Приехал в автосалон Таранта, который находится на улице Радиальной 18. Сегодня посмотрим все автомобили, которые у ребят есть в наличии. Кстати, у ребят до сих пор автомобиль можно купить в кредит. Я слышал, что у некоторых автокомиссионок есть с этим проблема, но, как мне сказали, здесь кредитуют на любую сумму практически. Ну погнали смотреть видео, друзья! Всем приятного просмотра! Хочу порекомендовать интернет-магазин оборудования для диагностики автомобилей. У ребят большой ассортимент профессионального диагностического оборудования. В ассортименте интернет-магазина огромное количество автосканеров марочных, мультимарочных сканеров, оборудования для чип-тюнинга и многое другое. Друзья, все ссылочки на интернет-магазин я оставляю под видео в описании и в закрепленном комментарии. Ну что, друзья, первая сразу Лада Гранта. Гранта 2013 года, 100 с небольшим тысяч указан пробег. И цена 3550 долларов. 1,6 бензин. Не самая лучшая, друзья, у нас в виде погоды, сильный ветер, мокрый снег идет, но ничего не поделаешь. Надо снимать для вас новый ролик. Ну здесь все понятно. Салон на тряпке, механика. Спереди электростеклоподъемники, сзади весла. Сильный, друзья, ветер. Ветрозащиту, конечно, я взял, но не уверен, что на 100% она справится. Ну, кстати, у Гранты свежий техосмотр 2019 года. У нас в Беларуси, если честно, люди сейчас, за счет того, что привязан еще дорожный сбор, не очень часто проходят техосмотр в связи с этим. Ниссан Альмера 2000 года, 1,5 бензин, 2690 долларов. Друзья, так уж принято, бывает, пишите в комментариях. Ну, есть такие комментарии, где про доллары спрашивают, ты что, в Америке живешь, что ты все в долларах или переводишь, или, ну, озвучиваешь в долларах. Ребят, так уж принято, может, это не очень хорошо, но у нас в Беларуси что недвижимость, что автомобили, все как-то привязано к доллару. Да и людям, может быть, в другой стране, там, например, Украина, Казахстан, даже та же Россия, будет проще все-таки переводить, ну, на свою валюту с долларов, чем с белорусского рубля. Рено Сценник, 98-й год, 362 тысячи указан пробег, 2290 долларов за него просят на литых дисках. Кстати, здесь еще дают кредиты, я не знаю, сейчас вроде как я слышал, что есть проблемы, но здесь можно взять кредиты, как говорят, практически на любую сумму. Ну, я имею в виду по автомобилям, которые у них есть в наличии. Механическая коробка передач, велюровый салон. Ну, кстати, простой такой вот мини-венчик, у нас они, сценики в целом, вот эти вот, что первые, что вторые, что третьи пользуются хорошей такой популярностью у нас в Беларуси. В целом, машина неплохая, Opel Meriva, 2006 года, 200 тысяч почти указан пробег, 1,6 бензин, 4890 долларов. На механической коробке передач, салон ткань. Сеат Кордоба. Ну, ребят, что Кордоба, что Ибица, в принципе, одно и то же, только Кордоба в кузове седан. 1997 года, но пробег маленький указан. Ребят, здесь без комментариев, ну, не буду ничего утверждать, 1,9 дизель, 1990 долларов. Видно, что арки и пороги сделаны, но я неоднократно говорил, что для таких автомобилей, достаточно старых, это больше плюс, чем минус. Ну, из косяков можно видеть, фару придется менять, она с трещиной. Ну, а так по кузову видно, что сделан автомобиль. Nissan Premiera. 1750 долларов. 1997 год, 422 тысячи указан пробег, 2 литра бензин. Ну, жучки, жучки присутствуют. Ну, Nissan, ребят. Ну, и цена, в принципе, не самая высокая. Ну, по комплектации, в принципе, для премьеры неплохая комплектация. Комбинированный салон, ткань, кожа, полные электростеклоподъемники. Volkswagen Charan. Charan, 99-го года, 321 тысяча указана пробега, 1,9 дизель, 3 990 долларов за него просят. На механической коробке передач, тканевый салон. Ну, это, ребята, полноценный, большой, 7-местный. Именно 7-местный минивэн, то есть, 3 ряда сидений. Можно видеть, там он сложен для большой семьи. Что Ford Galaxy, что Charan, в принципе, одинаковый, один и тот же кузов. Здесь Opel Zafira, 2007-го года, 1,8 бензин. 6 590 долларов за него просят на литых дисках. Тоже достаточно популярный, пользуется спросом данный автомобиль у нас. Вообще, в целом, Opel, что Astra, что Zafira. Достаточно популярная тоже у белорусов машина. 406-е Peugeot, рестайлинговая. 2003-го года, 210 тысяч указан пробег. 2950 долларов. Ребят, ну, по пробегам я его не проверял, конечно же, поэтому ничего не могу сказать. Ну, 2003-й год и 200 с небольшим тысяч пробег, ну, может, отчасти и сомнительный, но, тем не менее. Салон-ткань. Ну, кстати, на автоматической коробке передач. Неплохая комплектация. Кондиционер, полные электростеклоподъемники. Вставки под дерево. На литых дисках, правда, не оригинальных. В черном цвете. Seat Leon, 2010-го года. 1,6 бензин, 4750 долларов за него просят. Салон-ткань. Пятиступенчатая механическая коробка передач. Здесь Audi A3. Даже вроде как на оригинальных литых дисках. Техосмотр 2018-го года. 2002-го года машина. 270 с копейками и указан пробег. Тысяч. 3,990 долларов. Рено Laguna. 2006-го года. 1,6 бензин. 200 тысяч указан пробег. 4,990 долларов за нее просят. Салон-ткань. Пятиступенчатая механическая коробка передач. Еще одна Lada Granta. В минимальной самой комплектации. Просят за нее 3950 долларов. 2013-го года. 1,6 бензин. Здесь Opel Astra в кузове универсал. 1999-й год. 388 тысяч. Указан пробег. 1,9 дизель. 2,990 долларов за нее просят. На литых дисках. Тоже достаточно популярный автомобиль у нас. Механическая пятиступенчатая коробка. Простенькая комплектация. Даже нет электрических стеклоподъемников. Ну, достаточно популярная машина. Тем более дизель в наших широтах. Дизель, универсал. Любят у нас дизеля, еще и универсалы. Хотя, лично я предпочтение отдаю больше бензиновым автомобилям. Еще одна Astra в предыдущем кузове. 240 тысяч указан пробег 1997-го года. Уже из последних в таком кузове. 1,6 бензин. 1950 долларов. Тоже в кузове универсал. Здесь Lada Priora. 2013 года. 1,6 бензин. 2,990 долларов. За нее просят. Свежий достаточно был техосмотр. Еще в 2018 году был пройден. Citroën Picasso. 3,990 долларов. 350 тысяч указан пробег. 2004 год. 1,6 бензин. 1,6 бензин. Здесь цешка Mercedes. 95-го года. 430 тысяч указан пробег. 1,8 бензин. И просят 1900 долларов за нее. Еще один Volkswagen Charan. 3,790 долларов. 340 тысяч указан пробег. 96-й год. 1,9 турбодизель. Механическая коробка передач. Салон ткань. Audi. А6. В C5 кузове. 400 тысяч указан пробег. 97-го года. 2,5 дизель. 4,350 долларов. Ребят. В неплохой комплектации. Кожаный салон. Шестиступенчатая механическая коробка передач. Механическая коробка передач. Кстати, салончик такой, он потертый на самом деле, но сиденья целые в целом. Ну, нету разрывов там, чтобы оно было совсем уже затрепанное. В принципе, для 97-го года состояние салона неплохое. Здесь Volkswagen Transporter 2001 года. 361 тысяча указан пробег. 2,4 дизель. 7,590 долларов за него просят. С подножкой. 9-ти местный. С фаркопом. Ну, кстати, скорее всего, где-то красился, но в целом выглядит неплохо. Визуально. Mitsubishi Pajero. 7100 за нее просят. За 2002 год. 280 почти тысяч указан пробег. 2,5 турбодизель. 7100. Еще одна Audi A6 в C5 в кузове. Да, ребят, у нас дубак сегодня. Конечно, погода ужасная. Аж зубы сводят. Руки уже замерзли. Перчатки не одел. Audi A6. 250 тысяч указан пробег. 2003 года. 2,4 бензин. 4,990 долларов. Салон ткань. Автоматическая коробка передач. Toyota Aventis Versa, ребят. Минивэн 2004 года. 290 указан тысяч пробега. 2 литра дизель. 6 890 долларов. 6 890 долларов. На механической коробке передач. 3 ряда сидений. Салон ткань. Такого голубого цвета. Volkswagen Passat B6 в универсале. 6 390 долларов за него просят. 270 тысяч указан пробег. 2 литра турбодизель. 6 390. На литых дисках. На литых дисках закрыт. Механическая шестиступенчатая коробка передач. Велюровый салон. Опель Vectra. В кузове седан. 4 590 долларов. 2003 год. 290 тысяч указан пробег. 2,2 бензин. Давайте посмотрим. Салон. Велюровый салон. Механическая коробка передач. Ну здесь друзья. Китайский автопром. Лифан Салана. 2016 года. Ну пробег вообще 80 тысяч указан. Если он действительный. То в принципе небольшой. 5 950 долларов. Единственное что. Скептически я отношусь к китайцам. Но в целом. Все таки пожалуй. Это уже не те автомобили. Китайские. Которые были еще лет 10-12 назад. Шкода Фабия. Фабия. 2003 года. 240 тысяч указан пробег. 1,4 бензин. 3 690 долларов. За нее просят. Салон ткань. Механическая коробка передач. Спереди электростеклоподъемники. Сзади судя по всему весла. Ну да. Просто весла. И еще один автомобиль. Это 406 Peugeot. В кузове универсал. До рестайлинговый пыжик. Где-то года 98 максимум. Да. 98 года. 290 почти тысяч указан пробег. 1,8 бензин. 2 890 долларов. За него просят. Кстати. Для пыжика. Неплохая комплектация. Комбинированный салон. Ткань. Кожа. Ну и для 98 года. Сидушки еще. Не вытерлись сильно. То есть даже для 98 года. Для 22 лет. Автомобиль. Относительно неплохо выглядит. На этом друзья все. Не забываем поставить под этим видео лайк. Подписаться на канал если вы не подписаны. Всем удачи на дорогах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok